Приветствую всех на своем канале. Сегодня я расскажу о своем летнем уходе за лицом и расскажу о средствах, которые я использую в своем каждодневном уходе. Все средства будут от натуры Сибирики. И первое средство это пенящийся мусс для жирной и комбинированной кожи. Вот такой. Мне кажется, это средство уже стало какой-то легендой Ютуба. Многие о нем уже рассказывали, поэтому мне стало очень интересно его попробовать. Он мне понравился. Мне понравилось то облачко пены, которое он выдает. Довольно-таки нежный, ненавязчивый, приятный аромат. Хорошее очищение, ведь именно для лета, для летнего ухода за кожей лица, это именно то, что необходимо именно в моем случае. Во-первых, он очень нежный, даже если умываться и утром. Он очень нежный, не пересушивает, не сушит кожу. Никаких претензий к нему нет. Летом я не пользуюсь ни тональными кремами, ни какими-то еще средствами, которые требуют какой-то агрессивной, хорошей смывки с лица. Вот это всего лишь какая-то матирующая пудра и не более того. Поэтому он прекрасно справляется с очищением моего макияжа. Глаза и макияж с глаз я снимаю дополнительными средствами, по-моему. Поэтому это средство мне идеально подходит именно то, что нужно на лето. Следующее средство, это, конечно же, дневной крем. И это очередная легенда Ютуба. Это крем дневной с сафорой японской. Этот крем тоже идет для жирной и комбинированной кожи. У него есть SPF 15. И также он обладает легким матирующим эффектом. Мне кажется, для лета именно крем с SPF. Это то, что нужно. Тем более, вот здесь SPF 15. Он подойдет для всех цитотипов кожи. Как для очень-очень светлых девушек, так и для более смуглых. Ну, конечно же, если загорать на пляже, то для светленьких понадобится еще больше SPF. Но так, на лето, если не загорать, то это оптимальный вариант этого крема. Тем более, что он обладает матирующим эффектом. Какие мои впечатления об этом креме? Я осталась им довольна. Он не жирнит кожу. После него быстро не появляется жирный блеск на лице. Можно сказать, он продлевает свежесть кожи. Также, что мне нравится. Когда я начинала его использовать еще в начале весны, когда я еще пользовалась тональным кремом, то тональный крем и все средства макияжа на него ложились хорошо. Он прекрасно работал со всеми средствами. И мне он понравился. И последнее средство, мне кажется, это уже менее известное средство. Это ночной крем, тоже с экстрактом сафора японской. Вот так он выглядит. Тоже для жирной и комбинированной кожи. Также он еще и сужает расширенные опоры. Это тоже мне нравится. Такое действие мне для моей кожи тоже необходимо. Что могу сказать о нем? Никаких претензий у меня к нему нет. Хороший крем. Хорошо увлажняет. Не оставляет никакой ни липкой пленки, ни какого-то противного жирного блеска. Хорошо впитывается. Также мне очень нравятся запахи как и у дневного крема, так и у ночного. Очень легкие, приятные. Такие с запахами они обладают. Поэтому эти кремы мне очень понравились. По тому же у них, как известно, у совсем, мне кажется, хороший состав. Мне кажется, на свою цену и на свои качества. Это достойная косметика. Тем более упаковка у нее очень хорошая. Мне нравится, что крема идут с такими дозаторами, что не нужно в них лазить пальцами. Это тоже дополнительный плюс этим кремам. Я осталась ими очень довольна. Я рассказала именно о своих каждодневных средствах, которые я применяю в каждом дневном уходе за лицом. Средства, которые я применяю еженедельно или промежуточно. Я рассказала в предыдущем видео о своих масках. И постепенно буду вам рассказывать о своих и новых косметических масках, которые я делаю сама, как-то изобретаю. И буду, конечно же, с вами делиться своими положительными эффектами, какими-то положительными результатами. Надеюсь, что буду вам полезна. На этом все. Всем пока.